Космос есть высшее выражение состояния национальной экономики. Это некий, если хотите, венец. Туда в космические заводы, лаборатории, в институты стекаются все лучшие достижения, все лучшие кадры, все лучшие изобретения. У нас фактически уничтожена та промышленность многоотраслевая, которая была, кстати говоря, разбросана на территории всего Советского Союза. Та огромная инфраструктура, те тысячи заводов, которые раньше синергически создавали космос. Сюда, именно в Москву, на наши НПО «Энергия» и другие стекались из разных концов комплектующие идеи, люди и так далее. Сейчас мы проигрываем везде. У нас нет должного уровня производства, у нас нет должных кадров, и у нас очень сильно хромает наука. Очень сильно. И сейчас по науке наносится последний удар вот этими двумя слушаниями в Государственной Думе, которые наспех, как-то подпольно, нелегально, как-то бог знает как, в ППХ были проведены в отношении Академии наук. Поэтому ракеты падали и будут дальше падать больше, потому что нужно провести настоящую революцию в космической отрасли. Сейчас пока принято решение о создании корпорации Роскосмоса. Но структурными, простыми, бумажными решениями это не изменить. Надо изменять всю систему работающую. И это, поверьте, не одно, наверное, даже не один год, а может быть и не одно десятилетие. Одно дело разрушить, расколоть чашку, совсем другое ее клеить и надеяться, что она не будет пропускать воду. Вот сейчас мы в той стадии, когда мы не понимаем, что делать. То ли надо новую чашку где-то искать, то ли надо старую клеить. А потери понесены очень тяжелые. И результаты этих потерь мы видим в этих событиях. Даже тот же вопрос кадров. Сейчас практически, если говорить, кто виноват, я отвечу, Дом-2. Дом-2 виноват. Дом-2, Камеди Клаб виноват. И прочее вот это вот дребедень, которая вылезла на первые уровни нашего медийного пространства, заслонила собой героизм труда, героизм поиска, героизм творчества. И воспитывает огромную массу молодежи в мечтаниях о том, чтобы стать бандитом, жуликом или бездельником. Ну и что мы потом хотим? Кто пойдет в ПТУ? Кто будет становиться завтра кулибинами, левшами и так далее? Чего мы хотим? Мы все время как бы удивляемся. Мы, знаете, как вот дети. Вот они все разбросают, а потом удивляются. Почему их родители ругают за беспорядок? Вот они выглядят. Продолжение следует...